На пресс-конференции, состоявшейся в Центре развития бизнеса, министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина и заместитель руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Лощенов рассказали о тех мерах по повышению инвестиционной привлекательности Рязанской области, которые были приняты в последнее время. В этом году мы завершили проект, который и стартовал у нас во втором полугодии, когда действительно на уровне нашего региона была утверждена дорожная карта по улучшению инвестиционного климата, в котором целым разделом, целым блоком и вот мероприятие, которое именно направлено на поддержку малого бизнеса, малого и среднего бизнеса, на поддержку именно тех людей, которые только изъявляют желание вступить в бизнес-сообщество, открыть свое дело. И вот этот путеводитель, он действительно станет таким поспорьем, практическим, скажем так, изданием, которое поможет любому, кто готов начать свой бизнес с первых шагов, четко прописанно, куда он должен идти, с какими документами, какую систему налогового обложения выбрать, что действительно зачастую малому бизнесу сложно на начальном этапе понять, с чего же ему надо начать, для того, чтобы открыть элементарный зарегистрирование, для того, чтобы я не говорю, не принимаясь. В регионе налоговыми органами во взаимодействии с правительством Рязанской области реализована дорожная карта, план мероприятий по внедрению лучших практик национального рейтинга, состояние инвестиционного климата в части регистрации нового бизнеса. В рамках дорожной карты, например, обеспеченный прием и выдача документов через сеть многофункциональных центров, введен в эксплуатацию единый центр регистрации. Начиная с этого года, отменена обязанность налогоплательщиков, представленных или уведомляя налоговые органы об открытии или закрытии банковских счетов. Ранее такая позиция содержалась налогоплательщиками. Также активизируются процедуры государственной регистрации, снимаются из высшей административной барьеры, например, по вопросу необходимости свидетельствования в материальном порядке заявлений, которые представляются в государственную регистрацию. Если заявитель обращается непосредственно к регистрирующему органу, то не нужно тратить дополнительные денежные средства, она обязательно для реального удостоверения, она самостоятельно предоставляет документы лично, а без обязанности для реального удостоверения по отдельным регистрационным процедурам. Скажем, исключены требования по предварительной оплате установок капитала в хозяйственных обществ для создания общей сограничной административной мастерами, в законности содержались такие позиции. Установлены обязательные и действия в нашем регионе обязательный судебный порядок обжалования решений обеспечивающего органа в государственной регистрации и подказке государственной регистрации нового бизнеса. Активно работают в регионе фонд поддержки малого предпринимательства и гарантийный фонд, которые помогают бизнесменам решать проблемы доступности кредитных средств. При активном участии налоговой службы разработаны и приняты законы о введении налоговых каникул для некоторых групп предпринимателей. О расширении патентной системы налогообложения, о понижении ставки налога на некоторые виды имущества бизнесменов. По линии Министерства экономического развития и торговли и регионального Минсельхоза оказывается поддержка малому и среднему бизнесу в виде субсидий, грантов, компенсации части затрат.